Привет! Как дела? Сегодня я расскажу о дне, который я запомнила на всю свою жизнь. Это случилось 1 октября 2012 года в городе Бормут. Всего было две причины, почему я запомнила этот день. Во-первых, в Лондоне и по всей Англии в тот момент уже пятый день стояла 30-градусная жара, и мы с моей семьёй решили поехать в Бормут на пляж, отдыхать, загорать и купаться. Во-вторых, именно в этот день у меня впервые в жизни случился инцидент с британской полицией. Итак, обо всём этом сегодня рассказ. В сентябре 2012 года у нас с братом в Лондоне гостила мама, и в один из выходных дней в конце сентября, так как стояла уже пятый день 30-градусная жара, что никогда, в принципе, не было в Лондоне в этот период времени, была какая-то аномалия, и так как мы подумали, вода в море уже прогрелась, можно было бы выехать на пляж. Ну, мы, в принципе, моржи, мы можем покупаться и в холодной воде. Но, когда мы приехали в Бормут, мы увидели, что абсолютно всё побережье заполонено людьми, и все, даже арабы в своих бурках и индийцы в своих саре выехали на берег моря, чтобы позагорать и покупаться. Даже теплолюбивые нации заходили в море и с удовольствием бутыхались в тёплой на тот момент воде. Мы также покупались, позагорали, и я взяла свою камеру как типичный репортер. На тот момент я уже работала для прессы, но так как я просто люблю фотографировать абсолютно всё, и всегда старалась каждую нашу поездку запечатлеть как можно больше моментов, я взяла камеру и стала фотографировать такой шикарный день. Просто огромное количество людей, все довольные, счастливые. Середина осени, можно ещё позагорать и покупаться. Просто все сияли от счастья. И я тоже. Я стала фотографировать людей, как они развлекаются, во что играют там, то в ракетки какие-то, бомбинтон, то в мячик, то ещё кто-то. Потом увидела на берегу рядом с кромкой воды, которая приливала и отливала, детская ведёрка с совочком, брошенная на пляже. Я прямо сидела на своём месте и со своего места всё фотографировала. Приближала камеру, пыталась сделать красивый вид, когда вода приливает, там сияет солнышко, в общем, переливы все эти. И долго, достаточно долго фокусировалась на этом моменте, старалась ухватить красивый кадр сделать, и чтобы ещё там никого не было. В общем, как фотограф доводила до перфекционизма. Мужчины там проходили в шортиках с бутылочками, чего-то, там тоже меня увидели, попозировали мне так в камеру. В общем, было как-то интересно, весело, живо так, всё классно. И тут ко мне подходят полицейские. Я такая с камерой сижу на своём полотенчике, и они говорят, покажите вашу камеру, ну, фотоаппарат. Я на тот момент плохо ещё знала английский, но как бы я поняла, в чём дело, что они хотят проверить, что я там нафотографировала. Я говорю брату, Стас, помоги мне. Он говорит, не, не, разбирайся сама. Я вам говорила, не фотографируйся. А он не любил, когда мы с мамой фотографировали прямо всё подряд. Я вам говорила, не, не надо фотографировать, вот теперь разбирайся сама. Ну, я встала, показала камеру, подошли мужчина и женщина полицейские, и в Англии принято, если к женщине, то женщина должна общаться и как бы разбираться с женщиной. Она взяла мой фотоаппарат в руки и стала смотреть, что у меня за снимки, и в этот момент спрашивала, откуда я, что я тут делаю, зачем приехала. Я говорю, я из России, турист. Ну, я уж не стала вдаваться в подробности, что я приехала учить язык и так далее. То есть, всё, что могла на тот момент я сказать, я сказала. И она говорит, у вас вот это, вот этот кадр надо удалить, вот этот кадр надо удалить, вот этот кадр, и вообще перестаньте фотографировать на пляже. На вас поступила жалоба, то, что вы мешаете отдыхать людям. А на кадрах, которые она просила удалить, были дети. И просила вот удалить вот эти фотографии, я прям при ней удалила, и с тех пор я задумалась, как же так, почему нельзя фотографировать людей на пляже. Абсолютно у всех есть телефоны, абсолютно все всё фотографируют. Ну да, у меня была камера, где я оперировала зумом, видимо, кто-то увидел, что я приближаю, удаляю, там как-то подумали, что я крупно снимаю какие-то части тела или ещё что-то. Да, в Англии запрещено фотографировать детей до 14 лет без разрешения их родителей или их опекунов. Как-то они это связывают с педофилией, что я могла отправить эти снимки куда-то там для педофилов, и они бы там развлекались и так далее. Не знаю, дети в Англии все абсолютно одеты в купальники, никто, даже двухлетний, не купается голышом, не ходит по пляжу голышом. Вот у них такая особенность. Насколько я знаю, педофилам нужны голые снимки. Ну и помимо этого там куча другого народу. Кому, зачем, как я могла продать эти снимки? В общем, для меня до сих пор остаётся таким большим вопросом, как можно продать снимки детей, которые, ну как бы не голые, да, педофилы. И вообще, как это всё в мир цифровых технологий, где тебя любой может сфотографировать на улице, мимо проходя, и даже сами дети, взрослые, абсолютно все сейчас в социальных сетях выставляют абсолютно всё. В общем, до сих пор для меня загадка, как можно продать эти снимки куда-то вот в такие вот сообщества. Ну, видимо, есть, были прецеденты, и да, люди любят всё-таки в Англии более такую приватную жизнь, но я не понимаю этого, потому что если ты любишь приватную жизнь, езжай на какой-нибудь приватный пляж, где тебя никто не увидит. Если ты на огромной территории, на пляже, абсолютно все с телефонами, абсолютно все с камерами, все фотографируют, и, ну, ладно, там мужчина. Я как-то видела пару раз в Брайтоне ходил мужчина с фотоаппаратом вот с такой огромной линзой и всех там фотографировал. И никаких вопросов у людей это не возникало. А я, как бы, женщина, фотографирую, сидя на пляже, я не выискиваю кого-то, а вот просто всё подряд. Ну, вот это из той серии, что я говорила, neighborhood watching, то есть кто-то из соседнего окружения нажаловался на меня, на то, что я фотографирую людей. Вот. После того, как я стала работать репортером и уже решила проресечить эту тему, ну, то есть поизучать вопрос, я для себя уяснила один момент, что я не имею права фотографировать детей без согласия их родителей, без согласия их опекунов, без официального согласия бумагу, на которое они должны подписать. Да, это так. Если ты фотографируешь для рекламы, для каких-то своих проектов, для каких-то нужд, если ты пресса, ты имеешь право снимать людей, абсолютно всех, или и людей, и детей в толпе на мероприятии, на общественном пространстве. Если ты пресса, которая снимает, допустим, семью, семейный портрет, или просто ребенка, хочешь сфотографировать на каком-то мероприятии, то есть если ты выделяешь кого-то одним крупным планом, ты должен спросить разрешение его родителя и хотя бы узнать имя вот этого ребенка и его родителя, чтобы потом в агентство, когда отправляешь фотографии, подписать, что это такой-то человек, его зовут-то так-то, вот он делает то-то, допустим. Тогда эти фотографии могут опубликовать в твоем агентстве. Если ты не подпишешь, то уже спорный вопрос могут опубликовать, могут нет. Чаще всего редактора вот этих вот пресс-фотографий смотрят на визуальный контакт взрослого. Если взрослый смотрит в камеру, значит он, в принципе, дал тебе твое согласие на съемку как себя, так и ребенка. И многие, в принципе, и англичане, и другие нации, проживающие в Лондоне и в Англии, были не против, если я всегда... Я чаще всего спрашивала, а можно сфотографировать, потому что, в принципе, мне же еще и кадр надо выставить, а не просто так где-то выловить кого-то, то есть чтобы была красивая картинка. Я спрашивала, можно ли сфотографировать, и они все с удовольствием позируют и говорят, да-да-да, вот этого ребенка зовут так-то, я ему говорю по имени, посмотри сюда, улыбнись. Ну, в общем, работала. Работала я с людьми, чтобы сделать красивые фотографии. Но иногда мне встречались пару раз родители, которые сказали, нет, никакой прессы, удалите, пожалуйста, наши снимки. Я без проблем подходила, показывала им, что я удаляю снимок, и все, больше я за ними не охотилась. Даже несмотря на то, что там они выглядели как-то красиво, или там, допустим, национальный индийский праздник, и они пришли в таких красивых нарядах, допустим, и они мне запретили сфотографировать, я не фотографирую. То есть если мне сказали нет, значит нет. Ну, а так, по большому счету, у меня больше никогда не было проблем с пресс-фотографией. Потому что я уже изучила все правила по съемке, и, в принципе, один раз у меня еще был инцидент с полицией, когда я пришла фотографировать памятное событие в честь жертв теракта 2005 года. И мне полицейский говорит, здесь запрещена съемка. Вы что, не знаете? В Королевском парке, а это был гайд-парк, съемка запрещена. Я знала, что в Королевских парках съемка запрещена, за исключением прессы. Пресса может фотографировать абсолютно все события в любом из парков. Я ему это сказала. Он как-то так засомневался, то есть он знал, что в Королевском парке снимать нельзя, но за исключением прессы. Записал себе на карандаш выяснить этот вопрос и сказал, хорошо, мы тебе разрешим снимать, если тебе разрешат организаторы мероприятия. Я подошла к организаторам, они сказали, да, без проблем снимай, но только не внутри мероприятия, а издалека. Я говорю, no problem. Пошла, встала, и после этого, когда я опубликовала стихотворение одного из участников этого мероприятия, который написал памятную дату, он же потом запросил у моего агентства разрешение скачать этот ролик для себя, ну и я дала согласие. За бесплатно у него есть вот такой вот 6-минутный ролик с его исполнением стихотворения, его собственного сочинения вот в эту памятную дату. Так что вот так. Очень много законов, которые мы не знаем в других странах и которые могут привести тебя к печальным последствиям и чуть ли там не до ареста доходит. Поэтому будьте осторожны, проверяйте все правила жизни той страны, куда вы едете. И если кто-то знает ответ, почему детей до 14 лет нельзя фотографировать в связи вот с этим направлением педофилии, пожалуйста, напишите в комментариях, потому что для меня до сих пор вопрос, как эти снимки можно использовать в этом направлении. Пока на этом всё. Я прощаюсь с вами. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok